На чём что-нибудь? Нет? Виктория, вы? Ну, собственно говоря, я просто участница, поэтому хотела бы за благодарность высказать за возможность обсуждения. Я психолог, и мне, конечно, с моей стороны интересна тема промежуточная, хотя Александр часто говорит о психологизмах, которые нужно преодолевать, и мне, наоборот, конечно, с этой стороны интересна. Поэтому спасибо большое. Хотела бы, конечно, чтобы обсуждения были более такие продуктивные, какие-то содержательные. Ну, от нас зависит опять же. А давно бы там... Ну, я вот этого, но сейчас, честно говоря, давно уже не участвую, так читаю. Времени нет, часто участвую с ним. Ну, ясно. Ну, в общем, так, да, понятно, да? Ну, давайте тогда я несколько слов скажу полезных. Вообще говоря, мне на самом деле сайт «Философский штурм» и обсуждения там, которые происходят, неинтересно совсем. Ну, просто неинтересно. Ну, как-то так получается, чтобы искать эту песчинку ценной информации среди моря о различного рода комментариях, совершенно образом не проезжает. Вот. Попытка перевести его на какие-то другие рельсы, например, создать там секцию науки, вместо форма «Синьюз» философии и техники, она не провалилась, потому что он здесь оказался никому не нужен, а за рекламу философского штурма на форме «Синьюз» меня забанили аж до 43-го года. Вот. Такова, значит, это грустная истина. Вообще говоря, конечно, я настаиваю, что подобного рода проект, в первую очередь, утилизационный, когда человеку много лет или мало, и он готовится отойти в мир иной, и хочется хоть что-то высказать, выкрощить на последний момент. Этим целем и служит по большому счету философский штурм. Как и вся более-менее интеллектуальная деятельность у нас в стране в последнее время, потому что, по сути, она тоже носит откровенно утилизационный характер. Люди не понимают, что делать с интеллигенцией, с псевдосинтеллигенциями, с более-менее образованными людьми, и поэтому проблема утилизации, она является как бы фундаментальной. Я, как ни странно, хочу отметить, что с точки зрения утилизации, сайт «Философский штурм», утилизации живых людей, справлять с этой задачей очень хорошо, то есть на 5 с минусом, наверное, да? Это же замечательный вариант. То есть, если кому-то хочется утилизировать себя в интеллектуальном смысле этого слова, пожалуйста, приходите к нам на сайт, мы вас очень ждем. Мы вас похороним. Да, Александр Балдачев предоставил вам большое количество всевозможных родов инструментов для этой успешной деятельности. Вот, такова, значит, эта ситуация. Помимо всего этого, гораздо интереснее другой проект, это семинары «Философского штурма», о котором я говорил, что они, когда не было видеозаписи, существуют очень давно, ну, наверное, ну, сколько лет, наверное, ну, не 30, но лет 27 точно, лет 27-28. Вот, по целому ряду мы там решили, как ни странно, целый большой круг вопросов. Ну, в первую очередь, я же постоянно говорю, что Россия, или вообще русский сегмент мира, это такая культура, то есть, такое государство, практически полностью лишенное философской культуры. Потому что воспринимать этнографическую философию, там, Владимира Славьева, Николая Бердяева, Лосева или кого еще, как какое-то самобытное, сильное интеллектуальное направление, в никаком случае нельзя. Она имеет только этнографический характер. Ну, как эти, как натягивание шкуры на бубен, шкуры, там, осла или оленя, или что-либо еще. Вообще говоря, там ситуация была примерно такова, вот еще лет 5 назад у нас по стране, что все люди, знакомые с философским дискурсом, это было всего несколько человек, ну, там, десяток, пятнадцать. И половина их собиралась, каково говоря, у меня в гостиной, да, вот половина их присутствует вот сейчас здесь, в этой аудитории, как бы так, на тот момент. После этого, эту ситуацию, благодаря, в первую очередь, я думаю, в первую очередь, благодаря семинарам удалось переломить. Таких людей на сегодняшний момент, я думаю, что в стране насчитывается несколько сотен, да ведь? Потому что это же очень сложно, перейти от неких абстрактных рассуждений именно к философскому дискурсу. Мы пытались народ ознакомить со всем с философским дискурсом на применении замечательного современного философа Наговицына Олега Михайловича, где мы создали большое количество семинаров его выложенных, его выступлений, лекций и учетов. То есть, если человек хочет узнать, что такое философия, не просто аля-ля-ля, какие-то свободные разговоры, что-то еще, не только какие-то широковещательные тупые заявления. А что это, такое было? Да и просто девушка опутывая, и все. Ну, конечно, что-то. Да, то, значит, то, значит, ну вот сбился с девушкой, которая зашла и сказала нам, улыбаясь, здравствуйте. Вот. Ты хочешь сказать, что мы прям всех исчислили, прям вот ничего не знал, никто не занимался, несколько человек. Да, да, я именно это хочу сказать, как раз на самом деле. Откуда же возникли все вот эти толпы, которые посещают лекции открытого этого философского факультета? А что, там есть что слушать, что ли? Ну, а толпы-то есть? Там лекции есть, нет обсуждения. Ну, я могу сказать, что потребность в интеллектуальной деятельности философской у людей есть, но пройти, ну, как, ну, представь себе ситуацию, есть возможность пройти по пути математики, а есть возможность всю жизнь считать камешки. Вот люди берут, и у них единственный инструмент, который есть, это всю жизнь считать камешки. И они камешки эти считают. Просто им никто не показал, им никто не дал образец рассуждения. И чем плохо, я повторяю, что философский факультет, скажем, нашего университета? Почему? Потому что студентам с самого начала не подъявляется образец сложного интеллектуального рассуждения. Сами они способные умные ребята изначально были. Но поскольку у них этого образца нету, то нельзя чему-то следовать. И сами они сквозь эту, сквозь вот этот барьер первоначальный, они не проходят. Так везде. Математическое образование на матмехах и мехматах устроено таким образом, что люди занимаются там матанализом 19 века. Или какими-то, или теориями, которые сформировались в 20 веке. В результате современного математическому творчеству барьер вот этот, у них непреодолим для них. Его надо помочь преодолеть. Не потому что люди тупые, а потому что этот барьер, им не помогли сделать шаг, этот барьер некий, не перепрыгнули. Вот такова ситуация. Есть знаменитая эта история, анекдот Постоловой, значит, про Олега Михайловича. Всегда время говорил, как Олегу Михайловичу вам удалось стать философом, имея базовое философское образование. Это же почти невозможно стать философом, имея базовое философское образование. На то-то Постоловой говорит, это по поводу тех людей, которые переплыли вот этот самый барьер или вот этот самый океан. Что вот была в стране буря, все потонули, несколько человек выплыли на остров. Сидят, радуются, как мы хорошо плаваем, как нам повезло, нам удалось со всем справиться. И каково-то их было удивление, когда на берег выплыл человек с жерновом на шее. Вот это как многовидство с его базовым философским образованием. Человек с жерновом на шее взял и выплыл. Вот поэтому вот эту ситуацию с этими семинарами по большому счету удалось решить. Предоставление некоторого философского образца, сложного и интенсивного размышления, которое людям предлагается. Только образцы. Они могут признавать это отрицательное, но этот образец должен быть предъявлен. Это проблема философии, в отличие, скажем, от физики. Потому что любой физик, он с этим образцом, он может быть плохим физиком или хорошим, но он с этим образцом философского рассуждения знаком. Биолог почти всегда, ну российский, он занимается фальсификацией научных данных, он не владеет современной литературой, что-то еще. Но он опять знает, что такое биология, в чем состоит ее метод. Он знает, даже самый последний фальсификатор, доктор биологических наук и всяких прочих. Он это знает. А с философами ситуация гораздо хуже. И идут, кто в лес и кто подорова. Кто в лес и подорова. Это ситуация проклятия страны, в которой Владимир Славьев считается великим философом. Это же диагноз. Это диагноз был, точно такой же. Не говоря уже, что великим философом был Владимир Ильич Ленин. Возьмите материализм и империкритизм, нацизм. Почитайте его, понимаем, что это тоже проклятие. И вот среди вот этого проклятия дать людям... Продолжение следует...